На президента США Дональда Трампа обрушился шквал критики. Возмущение в том числе и политических союзников Трампа вызвало его совместно с Владимиром Путиным пресс-конференция. Отвечая на вопрос о российском вмешательстве в выборы, Трамп поддержал позицию Путина, а не американской разведки. Трамп в Твиттере подчеркнул, что встреча с российским президентом прошла крайне успешно, обвинив во всем фейковые новости. Республиканский спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что намерен рассмотреть вопросы в введении дополнительных санкций против России. Он также поддержал выводы развития сообщества США, а российская вмешательство в американские выборы. В Вашингтоне задержана россиянка Мария Бутина. По данным ФБР, она незаконно пыталась оказать влияние на американскую политику без регистрации в качестве иностранного агента. По данным обвинения, Бутина пыталась наладить контакты с командой Дональда Трампа. Экс-президент США Барак Обама выступил в встрече в ЮАР на стадионе в Йоханнесбурге на мероприятии, посвященном столетию Нельсона Манделлы. Обама заявил, что политики используют политику страха и неприятия и предупредил, что демократические институты находятся под угрозой.